Приветик, мои дорогие! Сегодня вышло новое интервью с нашим любимым, уважаемым государственным деятелем Петром Олеговичем Толстым. Я вам предлагаю всем посмотреть это интервью, я думаю, вы узнаете для себя много интересного. Итак, начинаем! Что для вас Россия? Это моя родина. Сегодня у нас в гостях Петр Олегович Толстой, российский политический деятель, журналист, продюсер. Вот так сухо звучит, конечно. Это очень много всего. Много всего? Много каких-то... А что оставить? Ну, просто вот сейчас я работаю заместителем председателя Государственной Думы. Это важное дело. Государственное. Государственное дело, да. Петр Толстой. Я поэтому в галстуке и в костюме. Я поэтому в галстуке и в костюме. Я сразу хочу извиниться. Я бы такой, чтобы был бы в майке, ну, как нормальный человек. Но поскольку я с работы, то я в рабочей одежде. Да. Ну, хорошо. Петр Толстой сегодня, друзья, в рабочей одежде. Вы уж не обессудьте. Я хочу начать вот с чего. Вот есть такой роман «Война и мир». И там, так сказать, два исторических плана. Начало века, середина века. И это возможность сравнить, конечно, как менялось все. И, так сказать, надежды, проблемы, чаяния. Даже уклад в каком-то смысле под влиянием времени. Ну, там, конечно, промежуточек-то был довольно приличный. А сейчас время очень ускорилось, по общему мнению, ускорилось. И мы в реальном времени буквально как на карусели наблюдаем, как все перевернулось с ног на голову меньше, чем за десятилетия. Ну, просто правда, карусель какая-то. Вот как вы думаете, к чему приведет, или, может, уже привела, вот эта карусель, она же быстрее все раскручивается в результате центробежного ускорения. Нас всех сметет с нее? Или что-то будет вообще? Интересно, к чему все это? Да, давайте тогда есть такой философский вопрос. Самый главный ответ – это надо успевать делать выводы. То есть… А какой надо вывод-то сделать? Вот в каждом случае свой. Ну, просто смотрите, вы говорите, время ускоряется, события действительно ускоряются, их больше, поток информации на человека больше. В человеке, как мне кажется, должно быть в идеале какая-то струна, которая отделяет хорошее от плохого, и человек для себя понимает, что ему полезно, что не полезно, чему папа с мамой там учили, вот что правильно, что неправильно и так далее, и так далее. И вот эта скорость, она мешает человеку делать выводы. Вот, допустим, молодое поколение нам говорит, вот путешествие – это ценность. Путешествие – это ценность, только в том случае, если ты можешь, сравнивая со своей страной или со своей жизнью, делать какие-то выводы. А если ты просто путешествуешь, как белка в колесе, то есть ты путешествуешь, у тебя меняются города, страны, нанизываются одно на другое, но ты никаких выводов сделать не успеваешь, никакой ценности в путешествиях нет. Ну да. Если вы начали с «Войны и мира», «Война и мир» роман был написан после того, как Лев Николаевич Толстой зимой жил со своими тётушками, которые как раз были современницами наполеоновского нашествия, рассказывали ему про то время и про те нравы, и про то… И когда он его написал, то Тургенев, прочитав этот роман, сказал, что это не роман, а это россказни бабушек и тётушек. А потом переводил его Флаберу, там, то есть потом уже как-то изменил своё впечатление. Вот, поэтому, что важно для того, чтобы человек успевал делать выводы, он должен соотноситься со своими близкими людьми, со своей семьёй, со своими детьми, со своими родителями. То есть вот должна быть какая-то ткань жизни, в которой человек существует. А всё, что вокруг дико крутится вот в этой карусели… А что надо себе вот… Я просто пытаюсь, если этот образ… Ну как-то заземлиться в этом. Я понимаю, но смотри, значит, крутится карусель, всё ускоряется. Ты сидишь, значит, вцепился в свою лошадку или кто-то, бобра. Значит, сидишь, вцепился в неё и что-то себе шепчешь, чтобы не потерять себя, чтобы тебя не смело с этой… Вот что ты, какую формулу себе должен шептать? Вот, знаете, есть такой способ, чтобы голова не кружилась. Детям обычно это объясняют, что если ты на карусели, ты смотришь туда, наружу, то у тебя голова кружится, потому что ты быстро очень крутишься. А если ты смотришь внутрь, то нет. Вот если ты смотришь внутрь, и ты пытаешься какой-то вывод сделать по той проблеме, которая вот в карусели в данный момент, то если у тебя при этом мозги включаются, это очень важные условия обязательно, вот, то у тебя голова не так кружится. Вот это, конечно, можно всем пожелать, потому что мы действительно живём в такое время, когда на человека наваливается огромное количество информации, проблем, мы каждый день живём. Вот посмотрите, люди приходят в кафе или в ресторан и сидят в этих телефонах, они там, значит, у них и смс-ки, и тик-токи, и тут этот, всё, понимаете, всё вот это вот в таком потоке. И это очень тяжело, конечно, для головы-то. Я помню, брал интервью отца Дмитрия Смирнова, покойного, царствия небесные, и вот я помню, я тоже такой в горячности прямо задал вопрос, ну как же, смотрите, это всюду наступает, это чудовищный сатанизм какой-то, чёрт что. Значит, ну вот, я говорю, как вот вы с этим, он так смотрит, он прямо искренне меня не понял, он говорит, ну что, как я, ну как вы собираетесь с этим сражаться, бороться, жить вообще? Он говорит, я не собираюсь ни сражаться, ни бороться. Говорит, у меня есть мой приход, я, говорит, буду там служить. И пока, говорит, этот круг, говорит, не сузится до хотя бы до одного луча в центре моей церкви, моего храма, где я служу, я, говорит, буду своё дело делать и делать. Меня потряс, честно говоря, этот ответ. Нет, отец Дмитрий великий был человек, он, помимо того, что у него был приход, в котором он служил, и он оставил этот приход, сейчас там другой, очень достойный священник этим занимается, но я просто хочу сказать, что он огромное количество любви вложил в детские дома, которые он создал. Да, я знаю. И он помог сотням детей стать порядочными людьми, нормальными, и это огромная работа, которую никто до сих пор не оценил. Все почему-то только вспоминают его интервью поздно. Когда он сказал, что вы на том свете спросите у Господа Бога, он спросит, как вы, Владимир Владимирович Познер, там поживаете. По всей видимости, он уже задал этот вопрос. Скорее, ну, очевидно. Ну, давайте уже про Украину поговорим, потому что вы, Катер Олегович, тоже ведь запомнились с нашим дорогим телезрителем, не только телезрителем, зарубежным телезрителем, политиком, общественником, да кому угодно, своими высказываниями яркими, порой провокационными, так, по крайней мере, они их трактуют по поводу Украины и происходящего. Я хочу вот с чего зайти, про Украину. Мы поговорим, конечно, и про образ победы, и про образ будущего. Сейчас принято об этом говорить, потому что мы вдруг оказались наедине с, не знаю, как это, с проклятой неизвестностью, как в том анекдоте. Ну, начну я все-таки вот с чего. С романа «Война и мир» Льва Толстого. Его запретили на Украине. Его запретили на Украине. Ну, как бы понятно, что первый пласт – идиотизм. Ну, просто какой-то. Второй пласт – тоже идиотизм. Но, видимо, там этих попластов гораздо больше. Это я не ради того, чтобы получить предсказуемый ответ, типа они себя закапывают дебилы. Но, а вот если попытаться расшифровать чуть-чуть, а вот к чему это приведет? Вот конкретно. Вот они запретили войну и мир. Ну, понимаете, когда вы говорите «расшифровать», это означает, что я должен как бы предположить дальнейшее существование Украины. А я его не предполагаю. Вот и ответ. А что касается войны и мир, то, естественно, они запрещают все, что связано с Россией. И русский язык, и русскую литературу, и сносят памятники Пушкину, не только там войну и мир запрещают. А делается это для чего? Единственный способ существования украинской независимости – это отстроиться от России. То есть сказать, что мы не москали, мы другие, инши. И ничего нас не связывает. Да, ничего нас не связывает, и мы совершенно вот такие просто индоевропейцы. Но, к сожалению, у них это не получилось. Или к счастью. Не получилось, не вышло. Они это делали начиная с 93-го года. Вот прямо с 93-го года конкретно они начали эту работу. И вели её в поколениях. И сегодня мы видим там 18-летних людей, которые реально думают, что Украина – это а, отдельное государство, б, что оно всегда было отдельным государством. Я уж не говорю про европейцев, которые вообще истории не знают. У них там образование крайне слабое в отношении всего того, что дальше Варшавы находится. Но они знают, что Варшава – это губернский город русский на Западе. А дальше у них образование обрывается, и они считают, что какая-то была, значит, отдельная Украина с древними Украми, которую вдруг Россия захватила и так далее. А карту Украины? Нет, нет, нет. Ничего этого нету. Они даже, в принципе, я вам должен сказать, что большинство европейцев, они уверены, что Европейский Союз, он как бы больше, чем Россия. Хотя в России четыре раза помещается полностью весь Европейский Союз, понимаете? Если не пять. По площади меньше. Это как по площади, да. Ну, это как, знаете, вот с Якутии. Вот меня французы спрашивают, а где Якутия? Я говорю, слушайте, французы, ну вы всё-таки невежливые люди. Вот смотрите, вот Якутия, там четыре Франции помещаются, на территории Якутии. Но якуты не спрашивают, где Франция, понимаете? Они знают, где вы. А что вы к Якутии-то так неуважительно? Вы должны тоже знать, где Якутия. И понимать, что если там четыре Франции помещаются, значит, что-то есть на этих просторах какие-то люди, которые это всё дело осмысливают и ещё с берданками и трёхлинейками охраняют это дело от каких-то захватчиков. А вот, кстати, сказать по поводу французов, кстати, с которыми вы разговариваете. Я и сам был свидетелем пары... Да я стараюсь уже с ними не разговаривать. Но, тем не менее, ну поговорили же. Пытаюсь сужать как-то канал общения. А вот мне очень интересно. Вот я помню эти... Ну, их везде тиражировали, везде транслировали. Типа, если вы придёте, я там недословно, мы вас убьём. Или мы их убьём. Ну да. И помню, там прям лица вот такие у них утягиваются, они переглядывают, что он говорит. Ну да. А что он должен говорить? Нет, а так и произошло. Ну да. Да, уже произошло. Уже произошло. И вот смотрите, они в Одессу отправили инструкторов, и всё, покойнички попали под удар ракетный. И поедут накрытый французским триколором в аэропорт. Вы вытягивались, потому что они не верили, что мы решимся? Или то, что им вообще казалось, что всё это какая-то какая-то умозрительная веговина? Ну, смотрите, я специально упрощал и говорил максимально, ну, скажем, грубо, чтобы им было понятно. Здесь нет двойной трактовки. Вы хотите воевать с нами на Украине? Вы хотите туда послать солдат? Мы их убьём. И они вернутся вот к вам во Францию, в гробах, и, соответственно, дальше ваш президент будет встречать в аэропорту Орле эти гробы. Ну, или не будет, ну, как-то вы с этим будете жить. Ведь для французов, как для наследников, так сказать, всех этих гуманистических ценностей европейских, для них жизнь человека – это, конечно, ценность, как и для любого из нас. Но для них как бы представить себе, что у них солдаты могут погибнуть – это невозможно. Потому что они же привыкли как? Они там высадились в Мали, побезобразничали, потом прыгнули в самолёт, улетели. Всё, никто не пострадал, что называется. Иностранный легион, люди, которые за деньги просто служат Франции. Самые разные, из разных стран. Раньше их наёмниками называли. Наёмники, да. Ну, по сути, наёмники на Украине тоже, они наводят цели, так сказать, помогают им бомбить наши города, наши промышленные объекты. В Белгороде, вон, сколько трагедий каждый день. И почему мы должны к этому относиться как-то дружелюбно? То есть они говорят, вот, вы что, вы не любите Францию? Да нет, ну почему не любите? Это вы нас не любите. Вы нам объявили войну, вы нам объявили санкции, вы хотите послать солдат против нас воевать, и вы хотите, чтобы мы вас при этом любили. Нет, мы вас уничтожим. И потом поговорим с вами о мире тогда, когда победим. Вот и всё. Вот интересно, ну, условно говоря, есть Макрон, есть Франция, есть там ещё какие-то люди и так далее. Макрон говорит, патетические вещи, ну, типа, мы должны защитить слабого, на которого напали сильные, расшифровывая, Украину, на которую напала Россию. Ну, всё-таки ок, ну, или как там по-франции? Да, что они говорят, по-моему? Требье. Требье, да. Значит, хорошо. Он говорит, защитить мы можем, мы будем их финансировать, посылать всякое оружие, а также, так сказать, будем мы их психологически поддерживать. Прекрасно. Требье. Да. Он говорит, а вообще, говорит, если что, мы и легион туда пошлём, какой-нибудь, а мы и не один, и будем, так сказать, защищать наши ценности, за которые мы в 1789-м и т.д. Требье. Да. Говорят все. Но всё равно есть ощущение, что всё это какая-то конструкция умозрительная, мне кажется, у французов. Что это где-то, что-то, когда просто набор каких-то патетических формул, на которые надо ответить другой патетический формул, так и выглядит эта партия. Да. Мы им отвечаем патетическую формулу Толстого, они говорят нам патетическую формулу Макрона и соревнования. То есть они пока, у них нет ощущения, что это реальность тяжёлая, неприятная. Ну, у них такого ощущения не будет, потому что... Никогда? Нет. И для Европы, и для Соединённых Штатов военные действия на территории бывшей Украины – это, в общем, абсолютно новости из телевизора, картинка, так сказать. Это мы хороним наших солдат, офицеров, это мы теряем гражданских во время бомбёжек. Это люди, это дети, это люди Донбасса, над которыми с 2014 года издевались. Это наша боль, но не их. И эта наша боль, она никогда их не станет. Поэтому, понимаете, когда вы говорите, вот Макрон сказал это, Макрон – это продукт политтехнологий. То есть он весь сам возник, существует только благодаря грамотным политтехнологам, которые, собственно говоря, им управляют. Ему говорят, слушай, надо сказать, что ты искупаешься в сене, чтобы доказать, что там чистая вода, и там можно плавать во время Олимпиады. Он это говорит. Потом, когда приходит момент, что надо купаться, ему говорят, не-не, купаться-то тебе не надо. Тебе надо просто, чтобы кто-то искупался, поэтому купается мэр Парижа. Вот, а, соответственно, ты еще раз съезди и посмотри на Олимпийскую деревню. Как? Смотреть на Олимпийскую деревню просто на спортсменов, ну, как-то несерьезно. Поэтому, поскольку ты президент, тебе нужно смотреть именно на силовую составляющую. Жандармы как там устроились, хорошо ли организована безопасность, чтобы все видели, какой ты крутой перец и какой ты, как ты держишь ситуацию в руках. Это все политтехнология, понимаете? Понимаю. Поэтому лично Макрон, он как бы, ну, большого интереса не вызывает. Так же, как и его жена Бриджит. А, соответственно, вот эта политтехнологическая замутка, она приводит к одному, что люди, лишенные личности, вот такие как Макрон, Шольц, там, фон дер Ляйн, другие европейские лидеры, это продукты политтехнологии. Вот говорят, а где Шарль де Голь? Ну, не будет никакого Шарль де Голя в ситуации, когда у тебя соревнуются один политтехнологический продукт с другим. Не будет, понимаете? Там простора для личности в современной политике Европы уже не существует. Она зарегулирована брюссельской бюрократией, своими внутренними как бы институтами, всеми этими дип-стейтами, про которые любят рассуждать. Поэтому это такие как бы, ну, вот прыщи, как, знаете, есть пленка пупырчатая, которую дети вот давят от трассы, ну, и взрослые, да. Вот это вот примерно такие просто пупырышки. Но вообще трагическая констатация в том смысле, что, ну, получается, ничего, ничего не помешает им действительно взять и полностью вот эта формула, известная до последнего украинца, взять и её реализовать. Вообще ничего. Ну, они её и реализуют, по сути, ну, для них единственной помехой будет то, что когда кончится всё-таки мобилизационный ресурс Украины, вот там возникнет такой дребезг на стыках. Зеленский-то это уже чувствует, он уже говорит всё время о том, что нам, мы должны закончить войну, нам долгая война не нужна. Ну, в последнее время он вот выступает, потому что он понимает, что времени не так много. Даже Джонсон, который, бывший премьер Великобритании, который уговаривал Зеленского вести войну до конца и не соглашаться на Стамбульские соглашения, едет к Трампу обсуждать мир на Украине, условия, где граница и так далее. То есть даже такие люди, они, в принципе, чуют, что недолго осталось. Поэтому это плёнка с пупырышками, которая порвётся рано или поздно. Она же непрочная. Они-то всё время демонстрируют, что они ого-го какие, так сказать, мощные. Они поставляют Украине деньги, ракеты и так далее. Но на самом деле за этой плёнкой ничего нет, она порвётся. Это как декорация, которая вот там Буратино, Буратино, да, порвалась носом этот очаг Папы Карла. Поэтому не надо к этому так относиться, что меня спросили, говорят, а что вы скажете, вот если вы увидите Макрона? Я говорю, я ничего не имею. Кто я и кто Макрон? Макрон президент Франции. Я, в принципе, обычный депутат Госдумы. Заместитель председателя Государственной Думы Российской Что мне ему говорить-то, даже если бы я не был депутатом Госдумы. Просто, что русский человек может сказать Макрону? Ну, в баню его пригласить не пригласишь, потому что неизвестно, что там у него. А, соответственно, какие ещё? На рыбалку? Вряд ли. Потому что... Жена не отпустит. Нет, и можно же не поймать. А он должен обязательно поймать. Это тонкая вещь. В рыбалке-то, как бы, процесс, он важнее результата, а для Макрона результат важнее. Поэтому разные у нас с ними, понимаете ли, подходы. Не сказать-то нечего. Да. И так вот разошлись Пётр Толстой и Эммануэль Макрон. Виртуальный, виртуальный Макрон. Да. Когда прохожих просто даже не узнали друг друга. Вы уже оговорились, Петр Олегович, что я исхожу из того, что какая-то будет Украина, и поэтому пытаюсь выстроить какие-то, а вы говорите, я исхожу из того, что её просто не будет и нет фактически уже. Правильно я понимаю? А тем не менее, вот этого, ну, не знаю, как сказать, кадавра, тем не менее, ну, в экономическом смысле уж точно, во всех остальных, наверное, тоже. Я представляю, если такой образ тела, которое лежит на какой-то или сидит на какой-то кушетке, куча проводков, каких-то шлангов, по ним какие-то жидкости, по всем вообще признакам формальному, он жив. И в итоге, наверное, рано или поздно наступит момент, когда в сторону сядут за стол переговоров. Он всегда наступает. Вот как вы, Петр Олегович, видите финал этой истории? Финал так же, как и начало. Мы должны обеспечить безопасность России. И безопасность на десятилетия – это не речь не о том, что это договоренность на 2-3 года или какие-то очередные минские соглашения 8. Нет, это безопасность России глобальная. И европейская безопасность. Новая Ялта. Вот так я это вижу. Новые Хельсинки, если хотите. Можно так это видеть. Можно говорить о том, что это должно быть какие-то взаимные обязательства. Но очевидно, что с той властью, которая сейчас находится на Украине, никаких договоренностей быть не может по сути, потому что они уже все, во-первых, трижды их нарушили предыдущие, а во-вторых, у них легитимности нет. Их никто не ополномачивал. Такие договоренности заключать. А вот что касается вашего образа по поводу вот этого человека, которому капельница и всё такое. Так вот, это на самом деле не человек, это просто ваша нога. То есть вы здоровый человек, у вас есть нога, 30 лет назад её как-то от вас жгутом отделили, натыкали туда трубочек, и она как-то стала подгнивать. И тут надо что сделать? Надо вот этот жгут развязать, трубочки стряхнуть, она оживёт и пойдёт. А не то, что это какой-то отдельный человек. Потому что Украина – это не отдельный человек, это не отдельная страна. Она культурно, исторически, религиозно, как угодно формировалась и всегда оставалась частью вот триединого русского народа. Белоруссия, Украина, Россия. Ну да, но не вся. Но не вся. Да. Именно Украина. Да, не вся. Да. Ну и Польша тоже когда-то была частью России. Мы же не говорим сейчас полякам, что, слушайте, давайте возвращайтесь, правильно? Хотя объективно, конечно, им деваться некуда, вернуться потом. А вот Украина – это всё ещё вот та нога, которую вы описали. Там всё ещё наши люди, которые в силу ряда обстоятельств вынуждены там скрывать, что они нога, так сказать, там говорить чего-то такое, ну что от них ждут, а на самом деле внутри и так далее. Или, что неприятно, наверное, или они все уже давным-давно осознали себя совершенно, так сказать, самостоятельной ногой, ну всё-таки восемь лет пропаганды, которая в бошку тебе вколачивает гвозди хорошими. Не в восемь, а тридцать. Тридцать. Тридцать лет пропаганды, гвозди тебе в бошку заколачивают. Украина не Россия. Да, абсолютно. Это же книжка Кучма. Кучма. Известного героя соцтруда, так сказать. Ну все они. Дед директора завода, коммуниста, верного Ленинца. Ну так вот, это всё они пока? Я не знаю, кто там вообще сейчас живёт. Ну вы знаете, вот президент не так давно, говоря о ситуации на Украине, говорил о том, что это почти гражданская война для нас. Я просто задумался об этом после этих слов. Знаете, человека можно переформатировать, и он может изменить свои взгляды, он может по-другому смотреть на какие-то исторические процессы, он может иначе одеваться, воспитывать своих детей, отдавать их учиться за границу. Мы всё это переживали в течение этих 30 лет сами. Но в какой-то момент, когда приходится выбирать между тем, быть или не быть, или между тем, что совсем плохо и более-менее нормально, всё-таки русский человек он как-то проявляется. И я уверен, что те люди, которые живут на Украине, они тоже этот выбор сделают. Во всяком случае, те люди, которые живут в наших новых регионах, они без восторга многие, но они сделали для себя этот выбор. Нет никакого зазора между нами и там жителями Луганска, условно говоря. Нет какой-то культурной пропасти. Хотя их тоже травили этим украинством и этими завиральными учебниками про историю Украины и так далее, и так далее. Ну, просто это преодолевается. И я уверен, что и на остальной территории Украины мы это преодолеем. Скучаете по Европе, Пётр Андреевич? Да нет, не скучаю. По Франции? Нет. Я себя поймал на мысли. Я вот, кстати, когда меня французы там пытали, я единственное, что о чём жалею, что я не смогу никогда показать своим детям то, что я сам видел. Ну, то есть, условно говоря, не могу сводить их в Лувр. Или там показать им то, чем богата Франция. Они этого не узнают. Но я хочу сказать, что, к сожалению, и многие до сих пор этого не поняли, наши отношения с Европой, они на ближайшие 20 лет закончены, их не будет. Поэтому, может быть, этому поколению оно и не пригодится. 20 лет? Ну, как минимум. Ну, потому что для того, чтобы эта плёнка, состоящая из политиков пузырей, она бы истлела, а вы знаете, что это долго тлеет, вот эти продукты искусственные, полимерные. Вот. Время нужно. Она истлеет, но она такая, долго будет тянуться эта вся история. А что произойдёт через 20 лет? Через 20 лет, я думаю, что как-то всё уляжется, и мы сможем и поездки планировать, и они к нам будут приезжать. К примеру, я пару человек пригласил в Киев кофе попить. Ну, это же вопрос такой бытовой, есть же друзья, родственники. Ну, что? В Киев. Ну, в Киев-то. На Крещатике мы там выберем место, каштаны, тень. Да, там есть такие. Было там на чемпионате Европы в 12-м году. А давайте вернёмся к карусели, и чтобы не слететь с неё, и чтобы голова не загружилась с тебя, не вырвала на бобра, значит, надо смотреть не наружу, а внутрь как-то. Да, да. Вот смотрим внутрь, на нашу страну. Понятно, что мы вдруг, так сказать, осознали себя, смотрите-ка, надо строить страну, надо себя... И мы стали себя переосознавать, и на многое наткнулись, так сказать, удивительное, до того не обращая внимания, неприятное, несовершенное, плохое, подгнившее, там и так далее. И мы вынуждены заняться собой. Прекрасно. Ну вот это не фундаментальное, наверное, не ключевое, но интересно. Просто вы высказывались на эту тему. Вот, скажем, новый ЖК, жилой комплекс. Называется, ну я не знаю, там, Beautiful Life, например, там. Или ещё что-нибудь. Триатлон-стайл. Стайл. Ну и так далее. Вот, вы говорили про вывески на странных языках, чуть ли не призывали их запретить. И вот насчёт запретить тоже, как бы, довольно... У нас же очень много англицизмов и французских заимствований, сколько миллион, говоря по-французски. Вот, вот это переосознание, во что оно может и должно вывеситься? Нет, слушайте, это все эти вывески. Мы же не можем приказать, слушай, хватит, это дурной тон, Beautiful Life. Нет, во-первых, это дурной тон, Beautiful Life. Вот ЖК «Прекрасная жизнь» – это нормально. А Beautiful Life – это дурной тон. И я объясню, почему. Потому что все эти английские вывески и всё это стремление к евроремонтам, значит, как в цивилизованных странах, вот эти все штампы, которые на протяжении 30 лет вдалбливали людям в голову, это всё в чистом виде карго-культ. То есть это такая история, когда ты за вот эти стеклянные бусы как бы меняешь свою независимость, свою культуру, свою историю, свою родину. У нас великая тысячелетняя культура. У нас большой театр работал, еще когда Америки не было, понимаете? И на самом деле говорить о том, что мы должны подстраиваться под какие-то тренды, бренды, заниматься этим… Я боюсь слова даже спутать. Дауншифтингом, значит, на какой-то краундфайзинг. И вот это всё, все эти каворкинги, это всё отвратительно. Это всё грязь. Ну просто мерзкая. Не потому что оно… Я видел видео, но это дауншифтинг каворкинги. Не потому что оно английское. Не, я понимаю. А потому что оно трансформирует сознание тех людей, которые это произносят. А у нас огромное количество чиновников. В правительстве до сих пор люди щеголяют. А это надо законодательно как-то делать? Или пытаться всё-таки чуть более тонко… Законодательно это сделать нельзя. Потому что у нас законодательно только что можно сделать. Это всё-таки создать словарь, нормативные слова русского языка, на котором должны и законы писаться, и, соответственно, изъясняться наши чинуши, которые щеголяют этими словами напропалую, для того, чтобы просто запутать нас, простых людей, этими формулами и не сказать, когда они что сделают. Они как бы начинают объяснять, какие у них тут, так сказать, сложный искусственный интеллект у них работает. Искусственный интеллект просто для того, чтобы они к телефону не подходили, а робот с вами разговаривал, вот и всё. А также точно с английским языком. То есть вместо того, чтобы по-русски ответить по сути, когда тебя начинают запутывать этими английскими фразами, то ты должен насторожиться, как-то переложить бумажник во внутренний карман. И это же касается всех вывесок. Вот все барбершопы, как это не обидно, конечно, многим. Вот. Ну, простите, конечно, мне скажут, прихмахер скажет, что русское слово. Нет, это не русское слово по происхождению. Но оно нормативно внутри русского языка находится. Да, и укоренилось уже. Вот. А барбершоп нет. И чем меньше у нас будет вот этого колониальной культуры, тем лучше. Потому что, вы знаете, вот что удивительно, мне коллеги рассказывали, я просто не был несколько месяцев, недавно, вот буквально позавчера, коллега был в Мариуполе. И там вот новые районы, то, что восстановлено. И знаете что? И ни одной вывески на русском языке. То есть все названия магазинов, кафе, всё это барбершопы, кофешопы. Ну, я сейчас утрирую, конечно. И, соответственно, всё это на латинице. Серьёзно? Всё на латинице, чем там уже? Серьёзно. В Мариуполе. В Мариуполе. В восстановленных районах. Вот такая у нас русская весна, понимаете? Вот такой русский мир, мы пока только такой вот, примитивный, отвратительный, и заимствованный из какой-то англоязычной вот этой карго-культуры, вот такой мы пока готовы нести. А другой пока не готовы. А почему? А потому что мы сами внутри себя вот не смотрим внутрь карусели и не осознаём, какие у нас проблемы на оси, вокруг которой всё крутится. А эта ось, это вот и есть русская культура, русская история, русская цивилизация. Ради этого всё. Прям страшно тогда. А какая плёнка раньше лопнет? Ну, наша не лопнет, потому что мы же крутимся. Ну да. Ну да. Наша не лопнет. Может, просто голова закружится у многих, но у тех, у кого закружится голова, те успеют соскочить с карусели. Она пока медленно крутится. А как она начнёт быстрее крутиться, тут уже да, только в центр смотреть. Только в центр, да. Мы с пониманием начнёмся, если кого-то тошнит. Ну не без этого, уже многих тошнит. Главное, что многих тошнит. Многих тошнит. Просто они делятся на тех, кто закрывает рот рукой и оставляет всё в себе, и на тех, кто ухитряется, ну как-то на ходу успеть, так сказать. Давай не будем углубляться в эти образы. Не будем, да. Но тут можно длинный образный ряд построить. И я прям могу, я не буду фамилии называть, но прям я знаю людей, вот одних так тошнит, других так, третий уже сблевали и уехали. А, это нормально. Лучше бы наоборот, с другой последовательностью уехали сам. Да, ну как есть уже. Вот вы, Пётр Леонидович, там несколько раз вспоминали про молодое поколение, которое привыкло ходить всё-таки в барбершопы, а ещё другое молодое поколение из-за наших границ, они вообще не понимают. Ну да, вроде там где-то... То есть для них это как война 1812 года, какой-то Советский Союз, мы вроде жили когда-то вместе, он кого это вообще парит, но неважно, молодое поколение. А вот родное поколение наше, хочу поговорить. В частности, про ЕГЭ. Я знаю отношение к ЕГЭ в целом, так сказать, в народе, но я знаю очень много, ну и немного хорошего. Есть какие-то голоса, которые говорят, что ЕГЭ – это единственный у нас был шанс, так сказать, выровнять и дать шанс людям из далёкой провинции, из глубинки и так далее. Мне это кажется немножечко примитивным, формализованным и неразвивающим. Я предполагал, что образование должно всё-таки развивать. Ну, я не специалист, поэтому не буду настаивать. Но даже по формальному признаку, просто по определению, то, что мы в какой-то баллонский процесс включились, противоречит тому, что вы сейчас говорите. Ну, смотрите, дело в том, что давайте будем объективны. Смотреть надо на то, как это возникало и что из этого вышло. Как это возникало? Государство, чиновничий аппарат, вот вся эта машина бюрократическая, я в данном случае туда попал, поэтому я не могу даже себя отделить, но государство, оно должно контролировать, каким образом расходуются деньги бюджета. Вот что касается культуры, образования, посчитать нельзя. Фактически, где выхлоп-то какой? Ну, дети, ага, так, образование. Давайте мы посмотрим, как на Западе. И вот, соответственно, та часть наших реформаторов, которые ориентированы были на западный опыт, они, собственно говоря, и привинтили к этому русскому дубу вот эту иностранную ветку в виде системы образования с ЕГЭ. Они руководствовались хорошими, с какими-то своими намерениями. Государству это было выгодно, потому что можно было посчитать. А как? Ну, конечно, вот смотрите, этот сдал, этот не сдал, тут вот всё понятно, баллы. Баллы, полицейская спецоперация в виде экзамена, и всё, на выходе мы видим, где кто, у кого как. Значит, вся фразеология про то, что это способ прорваться детям из глубинки, это всё чушь, потому что, естественно, на сегодняшний день ЕГЭ ориентировано так, что оно мимо школьной программы где-то проходит, и нужно репетиторов нанимать, и если ты из глубинки, у тебя как бы вот эти глубинные репетиторы не успевают за теми репетиторами, которые составляют вопросы для ЕГЭ, и это бесконечная как бы система. Гораздо более коррумпированная и гораздо более затратная для семей, потому что ты должен, если раньше там, может быть, одна из 10 семей или из 50 семей нанимала репетитора ребёнку, когда вот мы, допустим, сдавали экзамены выпускные и вступительные, то сейчас каждая вторая должна это делать, чтобы сыночка или доча получили высшее образование. Ну да. И по сути, ну я сейчас могу много говорить по поводу того, насколько это дурацкая система. Я один из немногих людей, которые состоят в Единой России, я категорически выступаю против ЕГЭ, хотя многие мои коллеги выступают за до сих пор какой-то странной инерцией. Но я, начиная с 16-го года, просто разговариваю с учителями, с учениками, с родителями. Я для себя все эти выводы сделал, и я добиваюсь того, чтобы её демонтировать. Вот первым шагом стало то, что президент приемл решение о пересдаче одного экзамена. То есть это теперь не окончательная вот эта вот полицейская операция, а есть ещё одна лазейка. А по идее, конечно, нужно постепенно... Его сколько воздвигали, этот ЕГЭ? Его воздвигали в течение 20 лет фактически. Ну, конечно, понадобится некоторое время, чтобы теперь эту систему демонтировать. И все деятели, которые призваны по работе охранять этот святой институт из трёх букв, они все нам говорят, а вы предложите что-то другое, и тогда мы рассмотрим возможность. Значит, я хочу им передать большой привет и сказать, друзья мои, вы рассмотрите эту возможность в любом случае. Потому что исторически Россия не может существовать с таким образованием, которое сегодня у нас есть. Нам нужно качество образования, уровень, общий уровень культуры повышать кратно. А это невозможно сделать при тестовой системе. И придётся от неё отказаться, и чем быстрее мы от неё откажемся, тем лучше для наших детей. А кроме исторической логики есть какие-то ещё основания, полагая, что мы откажемся от неё? Ну, дело в том, что кроме исторической логики, вообще во всём происходящем никаких оснований найти невозможно в России. Мы же страна иррациональная. Поэтому если мы видим... Управляемся напрямую Богом. Нет, просто если мы видим, что к дубу гайками привинчена водопроводная труба из дешёвого пластика, то это же эстетически видно. Надо её аккуратно отвинтить и отложить в сторону. И пусть около неё сидят все те, кто этот ЕГЭ продвигал, а сейчас выращивают клубнику на пенсии или до сих пор числятся советниками. Пусть они там около этой трубы остаются. Но, пожалуйста, наших детей-то избавьте от этого. Хорошо, мне нравится этот ответ. Хорошо, хорошего в этом мало. Хорошо, теперь нам надо добиться того, чтобы это реализовать. А это сложно. Чем я могу помочь? Мы с вами вместе этого добьёмся. Ну, чем вы поможете? Вы расскажете об этом... Вот сейчас рассказываем, кстати. Да, да. Вы рассказываете об этом сказку, были анекдоты. Вот, например. Петр Олегович намекает на наш с ним блестящий эфир на Первом канале. Не, я ни на что не намекаю. Я говорю о том, что всё это войдёт в аналы. Войдёт. А давайте про Ютьюб поговорим. Про Ютьюб, да. Про Ютьюб. Вот мы бы сейчас могли выступать на Ютьюбе. И до последнего времени мы пользовались этой возможностью. У нас были сотни, тысячи преданных подписчиков. Мы, так сказать, размещали свои ролики, не сеяли ненависть. Вот, не искажали историческую правду, не призывали к насилию. Взяли и закрыли нафиг. Всех закроют, потому что русские. Вы в одночасье просто, да. Потому что вы русские. Это как с Олимпиады. У нас дискриминации нет, просто... Ну, просто вы русские. Просто вы русские, поэтому мы вас вычёркиваем. Это повод закрыть нафиг вообще Ютьюб? Запретить? Ну, дело в том, что Ютьюб сам по себе, это, в общем, такой инструмент. Это инструмент. И вопрос в том, что у человека из руки вот вынуть инструмент, когда он работает, а у нас многие сейчас работают этим Ютьюбом, да? Да. Вот. Чтобы вынуть у него этот инструмент, ему надо предложить другой, который будет так же эффективно, там, я не знаю, что они, гвозди забивают, ну, гвозди забивать. Ну, например, да. Вот вы хотите у человека забрать молоток, и вы ему даёте какой-то другой молоток. А если вы ему даёте вместо молотка вилку, он не сможет гвозди забивать. И не сможет вот этой охвата и всё такое. Поэтому многое зависит от нас. И это, как говорила моя учительница, замкнутый круг. Потому что, с одной стороны, люди говорят, ну, вот в наших инструментах такого охвата нет и быть не может, поэтому мы будем пользоваться западными. Но пока ты пользуешься западными, в наших-то оно и не будет, ничего и не возникнет. Поэтому единственное, что можно посоветовать, это тем, кто вливает на YouTube, вы попробуйте и на YouTube тоже вливать. То же самое. И дальше посмотрим, как он будет развиваться. А нельзя стимулировать не только, так сказать, логически, но и законодательно? Можно. Но для этого нужно понимать, у нас же, понимаете, монетизация для России закрыта на сегодняшний день. Да. И, соответственно, очень многие потеряли, как и вы, как и я, потеряли подписчиков, потеряли контакт с людьми, которые раньше там, ну, условно говоря, я знаю, что у меня было много подписчиков в Инстаграме. Я был вынужден от него отказаться, поскольку это ресурс, который признан вражеским. А у нас молодежь-то, она через VPN заходит в Инстаграм и все равно там картиночками обменивается, потому что удобно. Нам надо делать то же самое удобное и делать это для своих, для молодежи, и стараться сделать это, чтобы выбор, когда человек выбирает, каким инструментом, вот какой инструмент взять в руку, чтобы он брал наш. Но он должен быть лучше. Мы пока еще отстаем. Отстаем мы довольно существенно, но на самом деле я вообще противник запрета Ютьюба, ну, из-за идеологических соображений, еще из каких-то там. Потому что мне кажется, даже в таком виде, даже будучи вражеским инструментом, мы все равно можем из него большую пользу для себя извлекать и так далее. Но, но, вот сейчас я понимаю, что исследовать логики Петра Олеговича, она, к сожалению, безупречна, то, конечно, надо закрыть в одночасье, пережить вопли, стоны, страдания, вой и плач, вынудить людей, извините за это ценизм, вынудить людей вдруг с утру и на энергии делать что-то свое и сделать это свое. Ну, просто, ну, а как еще? Ну, вы знаете, дело в том, что есть на эту тему разные мнения, есть дискуссия о замедлении, так сказать, есть разные подходы, но пока такого вот однозначного решения я не вижу, честно говоря, что вот взять, закрыть. Мы, опять же, вот соответствуем этим народным представлениям о том, что депутаты все запрещают, значит, а ничего хорошего не делают и так далее. Я думаю, что надо дать, прежде всего, сообществу возможность перетечь вот в те ресурсы, которые мы бы делали лучше. И они есть, объективно, огромное количество людей там ВКонтакте, огромное количество людей пользуются какими-то другими платформами, Телеграммом, тем же самым. Вот. Но важно, чтобы в этом пространстве все-таки соблюдался закон, не обманывали людей, и каким-то образом преодолеть вот эту анонимность, когда какие-то жулики начинают вынуждать бабушек нести свою пенсию, значит, в какие-то тёмные… Себе, собственно. Да. Жулики. Жулики с теми. Зачем у них один. Ну или занимаются там пенсионеры криптовалютой. Зачем это? У нас-то у меня тут был интерактив, наверное, некоторое время назад, и удивительно, большая часть, так сказать, людей прямо требовали, говорят, ну вы, вот вы же работаете, Анатолий, на телевидении, но пригласите вы, значит, депутатов или депутата и задайте ему вопрос в лоб прямо остро и жёстко, почему они игнорируют толковые законы относительно миграции? Может, у них интересик какой интересуются люди? Я вот пообещал, что я, так сказать, туману чуть-чуть навёл, сказал, что вот на днях я буду записывать интервью с одним очень серьёзным человеком из Госдумы и задам ему этот вопрос, выполняя своё обещание. Значит, проблема, связанная с миграцией, с незаконной миграцией, с тем, что происходит у нас на улицах, во дворах, в маленьких городах, вспышки насилия, преступлений, рост преступлений, о которых нам говорят следственные органы, это всё проблема номер один. И поэтому в Думе создана комиссия, которая вместе с правительством, с Министерством внутренних дел, с Министерством юстиции работает над комплексным решением миграционных проблем. Дело в том, что нельзя принять какой-то один закон, пусть он даже и очень хороший. Который бы всё решил. Который бы всё решил. То есть, условно говоря, у нас безвизовый въезд с республиками Средней Азии. Ну, вы примете закон, что он будет, допустим, визовый. Это сразу породит массу перекосов в других отраслях. Например, скажут работодатели, что мы теперь не можем нанимать работников из Средней Азии, мы поднимаем цены, потом у вас доставка растёт в цене, такси растёт в цене и так далее. Вот что интересно, что те люди, которые говорят нам о том, что мы мало что делаем по миграции, они не понимают прямой связи между миграцией и дешёвой рабочей силой с их повседневным комфортом. То есть, чтобы тебе сырки из «Вкус вилла» в квартиру привозили, нужно, чтобы два-три таджика или киргиза ехали на этих самокатах или велосипедах на дикой скорости, успевая за 10 минут, пока сырок, так сказать, не потерял свежесть. И когда человек говорит «мне это надоело», но в один день это невозможно решить. Это целый комплекс мер. И эти меры должны быть проработаны и с точки зрения прав, и с точки зрения обязанностей работодателя. Потому что я, например, считаю, ну и многие мои коллеги считают, что работодатель должен нести ответственность за тех, кого он приручил, перефразируя Сент-Экзюперии. Значит, он приглашает людей, которые приехали работать в нашу страну. Он должен им обеспечить медицинскую страховку, он должен им обеспечить обратный билет, он им должен обеспечить зарплату, самое главное, и место, где они живут. Самое главное всё-таки обратный билет. Нет. Дело в том, что при такой системе, когда работодатель несёт ответственность за человека, которого он берёт на работу, обратный билет – это важно, но это не главное. Главное всё-таки то, чтобы этот человек не привозил сюда семью и не устраивались вот эти вот гетто, которые мы сейчас видим, когда, значит, привозят жену, она идёт в МФЦ, быстренько оформляет гражданство и получает материнский капитал. Вот если вы сейчас в любой МФЦ придёте в Москве, то вы увидите количество приезжих, значит, из Средней Азии, которые пользуются всеми этими льготами. И, в принципе, и работать-то можно не работать, потому что там примерно там есть семья, пять детей, а дети даже не приезжают в Россию. То есть со справками совсем получаются материнский капитал и дальше гарантированная помощь государству. Вообще это чудовищно. Чудовищно, да. Ну вот смотрите, вот это одна часть проблемы. Казалось бы, что депутатам не взять, да и не решить это. А вот нам работодатели говорят, слушайте, депутаты, а если вот я пригласил человека, он у меня работает, ну, к примеру, не знаю, в ресторане, ну или на стройке, неважно. Он работает, и вот он на следующий день взял и не вышел на работу. То есть он работает, 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 он бах и не пришёл. Мне что, как быть? Он же отвечает за него, правильно? Он же должен и внести депозит на обратный билет, а этот его условный там мойщик посуды в ресторане, он пошёл и устроился доставщиком высокотехнологичной компании. И что? Другой работодатель. А как эта ответственность должна перейти от того, кто его привёз, к тому, у кого он сейчас работает? Кто его взял. Это первый момент. Второй момент. А если он просто ему надоело работать, он ушёл и никуда не устроился, тогда что происходит? Тогда он должен в недельный срок покинуть страну. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Потому что если он приехал в Россию работать, это один подход. Если он приехал жить, это другой подход. Тогда нужно сдавать экзамен по языку, натурализовываться, получать вид на жительство. Это должна быть сложная процедура. Вот я могу сказать пока, чего мы добились. Пока это только первые шаги. Мы дали полномочия Министерству внутренних дел по высылке таких людей, которые болтаются без дела и не работают. Или находятся на территории России с нарушением законодательства. У нас изменилась ситуация с экзаменом по русскому языку. Потому что если раньше это было, дай 5 тысяч и получишь тарелку плова в подарок и справку о том, что ты владеешь русским языком. А мы видим, что как только возникает какая-то коллизия с судами, с милиционерами, сразу зовут переводчиков, представителей диаспоры этих и так далее. Вот это как бы тоже мы эту лавку прикрыли. Потому что вузы, которые должны были принимать экзамены, они просто это на аутсорсинг, как сейчас модно говорить, на сторону отдали. Вот сейчас это Миноборнауки запретило делать, вынесло им предупреждение. И я надеюсь, что уже на сегодняшний день на 30% меньше людей, которые успешно сдают этот экзамен. Понятно. Незнание языка в стране пребывания порождает и другие проблемы. У нас есть школы, в частности и в Москве, и в Подмосковье, где большинство учеников, выходцы из семей, которые приехали сюда работать из Средней Азии. И они не знают русского языка. Понимаете? То есть это проблема для класса, это проблема для тех учеников, которые пришли в школу русские, потому что общий уровень весь проседает у класса в таком случае. Это и проблема общего уклада. Это и проблема общего уклада, это проблема Министерства просвещения. Министерство просвещения говорит, давайте мы курсы откроем перед тем, как в школу зачислять, чтобы ребёнок по-русски мог общаться, чтобы он понимал, чему его учат. Ну, хорошо, курсы для малышей, ладно. А как быть с детьми, которые приезжают в пятый класс, в шестой, и они не говорят по-русски? Значит, если вы хотите приехать в Россию, жить, работать, вполне такое возможно. Мы же не отказываем людям возможности приехать в Россию жить. Но тогда извольте сдать экзамен по русскому языку, уважать нашу историю, традиции, не делать, значит, не бегать там по дворам, не делать замечания девушкам в шортах, ну, не хамить и не заниматься вот этим всем, так сказать, как сказать, распространением вот этого кишлачного уклада на большую страну. Ну, вообще то, что вы говорите, Петр Олегович, вообще вот и про школы, вот собрать воедино это ощущение, вот эти вот, значит, упаковщик из высокотехнологической компании и так далее, и посудомойщик, и шеф-повара на самом деле. Просто чисто количественно ощущение такое, что мы уже не сможем оседлать эту историю, не сможем еще. Нет, мы ничего не должны оседлать, мы должны сделать так, чтобы правила пребывания в Российской Федерации были понятны. И для всех едины. Для всех едины. И на самом деле главное зло, которое сегодня существует в проблеме миграции, на мой взгляд, это трудовые патенты. Потому что это обезличенное разрешение на нахождение в стране. Приехал, купил этот патент, или, ну, на самом деле за него надо платить, ну, как бы я говорю, купил еще потому, что там довольно, ну, такая цепочка, там, сдал экзамены, прошел диспансеризацию, получил патент, и все, ты полгода, год, ты болтаешься где хочешь. А, патент, он вообще, он общий. Да, да, патент, он дает возможность работать, в принципе, и здесь, и там, и тем, и тем, и не работать вообще. То есть это просто право? Это право легально находиться на территории страны. Но не обязательства? Это не обязательства, и никаких обязательств не накладывают. Вот это надо изменить, это надо убирать. Патенты надо убирать. Значит, ты хочешь работать, приехал, у тебя есть конкретный работодатель, не устраивает эта работа, в течение недели нашел другую работу, работай там, не нашел другой работы, не устраивает, вернулся домой. И на самом деле это, в общем, абсолютно нормальные правила, которые существуют во многих странах. Просто у нас почему-то есть вот это, ну, я не знаю, чем это вызвано, конечно, вернее, я знаю, когда речь шла о том, чтобы дать возможность вернуться русским из республик бывшего Советского Союза. Мы же всячески упрощали и получение гражданства. Даже если твой дедушка жил с нами в общей стране, ты идешь и получаешь гражданство. Но дедушка-то твой жил с нами в общей стране. Но следующее поколение после дедушки, они что сделали? Они провозгласили независимость, раз, от России. От России. Независимость от России. Они выстроили свою историю таким образом, что они, значит, потомки ченгизидов, которые, значит, их несправедливо колонизировали русские цари. И дальше все, что у них там есть железного и каменного, то, что построила Россия, это как бы не в счет. Это уже само собой разумеется. Понятно. Я сейчас не буду в это вдаваться, но смысл такой, что если вы хотите отдельно, пожалуйста, вы независимое государство. Вы перешли на, там, условно, латиницу. Вы там массу его сделали, угнетали. Окей, вы освободились. Но почему-то в этом независимом государстве электричество два часа в сутки. И стиральная машинка, она не успевает. Потому что детей много, семьи большие. И, соответственно, плов покушать, в ресторан сходить, или там на свадьбу пойти, или еще что-то такое. А денег-то нет. Значит, что делается? Старший брат отправляется работать в Россию. И вот это вот все начинает уже в какой-то момент перекашивать ситуацию. А у нас сегодня не хватает воли политической? Или это просто неприлично шантажировать? Мы считаем, что это неприлично, потому что они наши братья. Они наши братья, вот мы с ними вместе были. Они часть были, мы вместе были в Советском Союзе. Это наша зона геополитического влияния, все такое. Это очень все хорошо. Но одно с другим связано косвенно. Я понимаю. Вот. Значит, еще одна вещь, по которой мы сейчас достигли согласия с правительством, это, конечно, идентификация. Потому что уехал в Россию работать, нарушил здесь закон, депортировали. Он там меняет одну букву в паспорте и возвращается. Понимаете, что происходит? Да, понимаю. А если у тебя есть дактилоскопия, биометрия на границе, то такого уже не происходит. Хоть все буквы поменяют. Да, хоть все буквы поменяют. Вот. Люди, которые нарушают здесь закон. Я понимаю, что это может со всяким произойти. У нас и наших русских хватает, кто нарушает закон. Молодые ребята, которые эмоционально там начинают ругаться, драться на улицах и так далее. Но если человек совершил здесь правонарушение, он должен быть выслан. Он не должен оставаться здесь работать. Понимаете? Согласен абсолютно. Даже административно. Я сейчас не говорю про уголовное. А когда все это реализуется? Это будет реализовано комплексно. Дело в том, что, еще раз говорю, мы не можем принять одну меру без другой. Все вместе. И, кстати, когда нас критикуют и говорят, что вот Госдума не принимает, оказалось бы, значит, тут вот недавно Александр Иванович Бастрыкин выступал с такими инвективами, так почему же обладающие правом законодательной инициативой у нас органы исполнительной власти не вносят нам предложения, а наоборот приходят к нам и наши предложения обсуждают как, так сказать, основу для законодательства. Давайте вместе работать. Мы-то за. У нас масса разных на этот счет точек зрения. Дума многопартийная, тоже не надо забывать. И каждая политическая партия, тему, связанную с миграцией, определенным образом используют. Оппозиционные партии, они говорят, вот, вы не хотите принимать, а у нас вот депутату ударили палкой по голове, и он, значит, до сих пор с забинтованной головой сидит на заседаниях. Хорошо. Друзья мои, во-первых, как бы мы хотим. Во-вторых, совершенно необязательно для этого демонстрировать бинты и как-то на это жаловаться. И, в-третьих, нельзя принимать решения, которые нарушат права других людей. То есть, понимаете, в этом вся проблема. Это сложная история. Это сложная история. Главное, что это сложно объяснить людям. Потому что люди считают как? Что вот сидят, ничего не делают, все нам запрещают, и, значит, никаких хороших законов принять не могут, потому что не хотят. Нет, мы хотим. Но мы должны принять такой закон, который не ущемит права других людей. Потому что сейчас мы примем закон. Через три дня после этого вдвое подорожают перевозки на такси, где половина киргизов водителей. И что вы нам скажете, уважаемые избиратели? Вы скажете, ну и чего? Давайте обратно все? Да? Или как? Ну да, понятно. Понятно. Вот. Поэтому мы... Как любая проблема, она очень сложная. Мы должны... Проблема очень сложная. Она связана с разными сферами жизни, потому что за это время неконтролируемой вот этой миграции, фактически у нас все сферы жизни от этого меняются. Это знаете, как мне мой знакомый сказал, говорит, зачем мне система полива на даче, если есть таджик, который значит за 50 тысяч. Да, да. Говорит, а зачем мне это нужно? Она там немецкая, стоит, не знаю, каких-то больших денег. Он говорит, зачем мне? Это вот у меня зарплата есть. Человек ходит со шлангом, поливает. Ну так мы отстанем технологически, понимаете? Не только своих, во всех смыслах. Да, если мы будем рассчитывать на это, мы наоборот должны, если люди к нам приезжают, мы должны их вытягивать на наш цивилизационный уровень, а не уходить туда в какую-то архаику. Все, ответили, Петр Олегович, спасибо огромное. Извините, что долго. Нет, но куда деваться, такая тема большая. Кстати, вот у меня по поводу, я тоже выскажу, у меня по поводу мигрантов и миграции сложные, тоже смешанные чувства. То есть, с одной стороны, меня, вот прямо вам скажу, раздражает большое количество и смена уклада, и вот Кузьминки. А там же, по мнению старожилов Кузьминок, там все, конечно, изменилось радикально. Кузьминки сейчас это просто, причем это не фигура речи. В большей степени влюблено, чем в Кузьминку. Может быть, влюблено, да. Потому что там рынки, вот эти садоводы. Потому что там совершенно другой какой-то город, не та Москва, в которой я родился и вырос. В общем, меня это раздражает. С одной, с другой стороны, почему это смешанные чувства? Потому что я понимаю, что Москва – это центр притяжения. Москва – это метрополия. Это столица как минимум местного евразийского масштаба, в которую, конечно, притягивает всех. Всех и отовсюду. И они все сюда именно поэтому и лезут, и идут, и едут, и пытаются, и пробуют, и так далее. Поэтому в этом смысле я с неким чувством удовлетворения это отмечаю. Но, конечно, это надо регулировать. Петр, спасибо, что ответили подробно. Вот и честно. Ну, я стараюсь при этом никого не обидеть. Потому что, знаете, часто, когда ты говоришь, на эти темы, то люди обижаются. Они говорят, вы обижаете там таджиков или узбеков. Нет, я их не обижаю. Я с ними вместе жил в Советском Союзе, служил в армии. И я к ним очень хорошо отношусь. Но, ребята, сами признают, что молодежь, которая сюда едет, это не совсем то же самое, что среднее поколение, которое родилось еще в Советском Союзе, которое еще помнит Советский Союз. А сейчас уже другие у них ценности. Понятно. А, Петр Владимирович, каким вы видите будущее России? Пять лет? Десять лет? Ну, я блестяще считаю будущее России, потому что, смотрите, мы сейчас в какой тяжелой ситуации, и то мы как-то из нее выкарабкиваемся. Да, и держимся. Мне очень болит душа по поводу тех ребят, которые сейчас там находятся. И я не скрою, я прям вот реально каждый, как-то каждый день, каждый вечер. И какая-то у меня вот по поводу наших парней, которые ранены, которые сейчас ждут протезирования, по семьям, которые потеряли своих детей. Это самое страшное. И мы должны им помогать, мы должны делать для этого что-то, а не рассказывать, что в московском зоопарке там панда перевернулась с одного бока на другой. Это достало уже, понимаете? Остачертело вот этот подход, когда ради сохранения экономики услуг мы пытаемся сделать вид, что ничего не происходит. Это не так происходит. Это страшное время для страны. Оно происходит, мы должны быть вместе, мы его переживем, и будущее наше будет блестяще. Но для этого надо как-то немножко душой тоже работать, а не просто желудком. Когда все восхищаются, что как же так, вот в Белгороде гибнут люди, а в Москве, значит, сидят в кафе на летних верандах. Да, сидят в кафе на летних верандах. Но если ты при этом способен сопереживать тем людям, у которых там убила дочь в Белгороде, потому что она просто в машину села раньше папа с мамой, понимаете? Вот это вот важно. И нам всем надо не потерять в себе вот эту человечность и какую-то общность вот страны. А я уверен, что нам это удастся, мы это сохраним. И у нас, понимаете, у России такая страна, которая победит любого врага, если она в себе находится, в своем как бы историческом лоне, в какой-то стержень вот этот в нас есть. Вот вы сказали, если мы вот эту общность, так сказать, ощутим и так далее, нам эту общность надо тоже осознать. Осознать. Вот это звучит, наверное, по-идиотски, но тем не менее. Вот мы, понятно, что административно, мы всегда понимали, что мы одна страна. Нет, административно. А вот эмоционально? Да, эмоционально я вам скажу. Вот, допустим, у меня есть друзья, люди, которые далеки от политики и вообще никогда политикой не интересовались. И я бы даже сказал, довольно скептически относились к каким-то изменениям политическим, которые происходили последние 20 лет. Когда все это началось, прошло там месяца 3-4, и я был поражен, когда узнал, что они на своей машине повезли в детский дом Волчевска, значит, газовый котел, потому что там сломался газовый котел, они как-то об этом узнали, купили газовый котел и повезли, значит, туда на своей машине. Понимаете? Да. Это не мешает им быть интеллигентными людьми, знать иностранные языки, сидеть в летних кафе. Не мешает. Понятно. Но это их делает гражданами России, а не безродным, космополитичным, извиняюсь, говном, которое пытались сделать из нашей молодежи на протяжении последних 30 лет. Вот для этого и имеет смысл все это менять, в том числе менять и образование, и смотреть внутрь карусели, а не наружу. Там снаружи уже ничего интересного такого происходить не будет, пока мы не наладим внутри. Понятно. В общем, друзья, это самое главное, мне кажется, сегодня прозвучало. Просто осознать себя как мы. Это мы. Это мы. Ну нет, мы, конечно, не идеальны. У нас масса недостатков. Я понимаю. И все мы разные. И у нас масса идей по поводу того, что будет, что не будет. И мы можем на эту тему спорить. Спорить. Но когда тебя прижимает, вот в угол прямо тебя история прижала, не надо делать вид, что ничего не происходит. Надо понимать, что надо сосредоточиться и каким-то образом сохранить себя, свою страну ради своих детей и внуков. Вот и все. Отлично. У нас традиционный блиц. Петр Олегович, коротко ответьте на каждый из трех вопросов, ладно? Что для вас Россия? Это моя родина. Кто вы для России? Не знаю. Я думаю, что обычный человек. Я себя не как-то не ассоциирую с какими-то... Ну, просто сегодня так жизнь сложилась, что я работаю, занимаю какую-то ответственную должность. Завтра я не буду ее занимать или буду пенсионером. Ну, для России ничего не изменится, честно скажу. Я то, что от меня зависит, я стараюсь делать. А Россия этого может и не замечать, потому что она такая большая, не заметит. А кто вы для самого себя? Ну, наверное, сейчас вот я для самого себя, моя главная задача – это все-таки быть хорошим отцом для своих детей. Отец. Петр Толстой сегодня был с нами. Неизменно, огромное удовольствие получаю, Петр Олегович, от общения с вами. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.